МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддержка инициативы. Автобусный парк запускает дополнительные рейсы. Это поможет желающим посетить наш бассейн. В какое время ждать транспорт? Забыл, зачем зашел? Эксперты помогли задержать вора-домушника. На протяжении недели мужчина отжимал стеклопакеты. Какие следы оставил горе-злоумышленник? Пал травы. МЧС напоминает о правилах безопасности. Никогда не уходить от костра до полного затухания. Как без риска избавиться от сухой растительности? А также личные участия и ростки бизнеса. В Бобруйске стартовал конкурс идей для будущих предпринимателей. Какой призовой фонд? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Добрые товарищи! Александр Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Азербайджана. В приветственном обращении президент подчеркнул, личные отношения руководства стран вплетены в ткань межгосударственных отношений и способствуют укреплению взаимодействия двух народов. Глава государства акцентировал, Минск и Баку не дружат против третьих лиц, а делают свое дело во имя своих интересов. Я вчера долго разговаривал с премьер-министром Беларуси по поводу экономических вопросов во взаимоотношениях Азербайджана и Беларуси. Никаких проблем нет. Единственное, что он сказал, желательно, чтобы быстрее. Но это хорошо, что в правительстве премьер-министр понимает, что надо сегодня быстрее, быстрее, потому что время такое. Если в результате сегодняшнего визита и вашего пребывания в Беларуси мы найдем возможность ускориться, мы обязательно ускоримся. Мы, как президенты, вам мешать не будем, препятствовать этому не будем. Правительства должны ускоряться или замедляться по тем или иным проблемам. На международных площадках, вы знаете, у нас проблем нет. Мы поддерживаем, друг друга поддерживали, будем поддерживать. Я очень благодарен правительству Азербайджана и президенту за ту колоссальную поддержку, которую они нам оказывают. Али Асада в Беларуси с официальным визитом. Впереди много встреч и переговоров ради укрепления сотрудничества. К слову, и в экономическом, и в политическом плане у нашей страны и Азербайджана царит согласие. Не бери чужого. В областном центре милиция задержала серийного вора. Им оказался 35-летний местный житель. Наследно вели кроссовки. В конце августа в милицию поступил звонок от могилевчанина. Мужчина сообщил, по улице ходит неизвестный, светит в окна квартир на первом этаже. При попытке задержания он скрылся. В те же дни в органах стало известно о кражах в том районе. В ходе осмотра местности на улице возле жилого дома обнаружены кроссовки и сумка. По результатам генетических исследований на вещах обнаружен биологический материал, который происходит от 35-летнего могилевчанина. В ходе осмотра квартиры потерпевшей специалист Государственного комитета судебных экспертиз изъял следы рук. При проверке под актоучету установлено, что один из следов также оставлен указанным гражданином. Установлено, что могилевчанин причастен как минимум к трём подобным эпизодам. При очередной попытке проникнуть в квартиру, мужчина столкнулся с хозяевами дома и скрылся. Однако на месте происшествия оставил кроссовки. Благодаря современным возможностям исследований, эксперты установили геном в потожировых следах его обуви, по которому была установлена личность задержанного. В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело. Приятный бонус. На время тестового режима работы бассейна «Лесной» автобусный парк пускает дополнительные рейсы. «Семидесятка» будет отправляться от остановки улицы Дзержинского утром в 5.10, вечером в 22.15, от плавательной арены в 23.10. Это поможет желающим посетить наш бассейн в неурочные, в обычное время часы, то есть в 6 утра, либо в 10 часов вечера, и уехать отсюда, и добраться, в принципе, сюда, к данному времени. С 4 октября, напомним, бассейн «Лесной» будет работать два раза в неделю, в понедельник и пятницу с 6 часов утра до 11 вечера, перерыв с 2 до 3. Пользу плавания как вида физической активности трудно переоценить. Благодаря ему можно серьезно укрепить здоровье, восстановить работу организма после травм, а также снизить или сохранить вес. Нет ресурса? Найдем! Бобруйский стартовал прием заявок на конкурс «Бизнес-идей». Призовой фонд – 750 тысяч рублей. Как стать участником и что для этого надо? Далее. Начало большому делу было положено в далеком 96-м. Тогда Александр Лукашенко учредил специальный фонд президента по поддержке талантливой молодежи и одаренных учащихся и студентов. За четверть века поощрения получили около 50 тысяч ребят, более 4 тысяч педагогов, научных работников, почти 400 коллективов. Десятки лабораторий в учреждениях образования смогли обновить свою учебную производственную базу, исследовать и внедрить в практическое использование ряд передовых методик и разработок. Готовый образец, обладает всеми свойствами, как тетропак, но есть основные преимущества. Во-первых, он био-разлагаем полностью. В зависимости от количества слоев он может в разное время, то есть от одного месяца до 12 удерживает вся жидкость, он водонепроницаем. За счет того, что вот это основные компоненты, которые включены в био-биопак, они просто склеены, вот этот слой с тем же самым углем, он не пропускает филетовое излучение, то есть свет, и поэтому молоко не скисает. То есть, если вам оказать поддержку, вы создадите это производство? Да. Главная задача технопарка – систематическая поддержка предприятий в реализации инновационных проектов с предоставлением льгот и преференции, а также создание благоприятных условий для бизнеса. Мы хотим поддерживать начинающие бизнесы, начинающих предпринимателей, людей, которые горят своей идеей, хотят ее реализовывать, но которым не хватает по каким-то причинам инвестиций. Человек приходит с идеей, понятно, желательно, чтобы идея была уже как-то проработана, чтобы человек понимал, как ее реализовывать и понимал, какие ресурсы ему для этого нужны. Создание дополнительной площадки для реализации потенциала, развитие региональных задумок, поиск и воплощение в жизнь новых решений. На конкурс «Бизнес-идей» уже поступило около 50 заявок, прием до 31 октября. От участников требуется свежий взгляд и оригинальное предложение. В данный момент в Беларуси проходит большое количество стартап-конкурсов. Это особенно связано с молодежью. И если молодежь будет развиваться и продвигать нашу страну, то как бы и страна тоже будет расти. В конкурсе объявлено пять номинаций. Лучшая молодежная бизнес-идея, социальный проект, технологии в медиа, дизайне и культуре, передовые производственные, ноу-хау, интернет-вещи. Принимаются проекты физических и юридических лиц. Мы для наших вот этих резидентов, которых мы поддержим, мы предоставляем и помещение офисное, производственное. Вот здесь в городе Бобруйске тоже. То есть у нас есть прямо сейчас вакантных, там можно до 800 метров квадратных в принципе найти, чтобы приземлить. И мы даже дадим супер льготу на какой-то первый этап, для того, чтобы эта идея начала реализовываться. Пристальное внимание к технопаркам со стороны государства уделяется не случайно. В условиях санкции обостряется потребность экономии в отечественных научно-технических разработках, а также их быстром внедрении в серийное производство. Особые экономические площадки созданы во всех областных центрах, а также Новополоцке, Пинске, Горках, Бобруйске и Молодячино. Кристина Риянс, Виталий Гаврусев, Константин Шевцов, Бобруйск-360. Безопасность на первом месте. МЧС проводит рейды в частном секторе. Особое внимание – палу листвы, травы и сухих веток. Из-за установившейся ветреной погоды и несоблюдения правил безопасности пожар может вспыхнуть в мгновение ока. Спасатели призывают не разводить большие кострища, а также делать это вдалеке от жилых построек, не ближе 10 метров. Если люди прибегают к огню, при уборке территории нужно помнить про самое важное правило. Во-первых, перед тем, как сжечь костер, нужно подготовить место, никогда не уходить от костра до полного затухания и при себе иметь первичное средство пожаротушения. Ну и помнить, что детям возле костра также не место. Такой процесс утилизации отходов значительно вредит природе. Во время пала растительности выделяются вредные вещества, которые разрушают атмосферу. Больше всего страдают реки, почва и леса. Важно задуматься и о собственном здоровье. Пары углекислого газа провоцируют отравление. Будут ли выборы в стране соседки? И принял ли Вашингтон окончательное решение о смене власти? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!